Виталий, приветствую тебя на очередном эфире. Традиционно мы с тобой анализируем и фундаментально, и технически. Все самое интересное, что на финансовых рынках есть, подсказываем с инвесторидеями, чтобы у тех, кто следит за нашим с тобой совместным анализом, были вводные принятия торговых решений. Ну что, если вкратце подвести итоги того, что у нас интересного случилось с начала недели, я думаю, что здесь нужно отметить сам факт снижения доллара и давления, которое на него сейчас оказывается. Это следствие, опять же, и реакция трейдеров на выход вчерашних данных по инфляции. Я надеюсь, что прислушались к нашим рекомендациям ранее, и в начале этой недели я обращал внимание, что несколько фундаментальных триггеров – это данные по инфляции. Сегодня, кстати, следующий такой же катализатор – в 19.00 по Москве выступление Павла. Очень важное выступление, потому что это выступление через день после выхода данных по индексу потребительских цен, которые сообщили о том, что инфляция реально очень сильно растет. Поэтому, что касается статистики, 2,6% с 1,7%, по-моему, максимум больше, чем за два последних года. Важно также отметить то, что когда вышли эти данные по инфляции, были трейдеры, которые полагали, что всплеск инфляции логично приведет к повышению доходности американских облигаций. И если бы так оно и произошло, то, конечно же, доллар бы сейчас был бы уже в космосе. Но вот эти ожидания, они отстраивались на идее того, что американский регулятор может трухнуть из-за роста инфляции и, не предотвращая перегрев в дальнейшей экономике, решит повысить процентную ставку и немного скорректировать программу количественного смягчения. Вполне возможно, что к такого рода выводам ФРС придет со временем. Но сейчас, опять же, обращаю внимание, что очень важно будет послушать выступление Паула, потому что он как раз и должен пролить свет на основании последних данных по инфляции, рассматривает ли американский регулятор возможность изменения денежно-кредитной политики. Поэтому, если сегодня мы в очередной раз от Паула, от ФРСа услышим риторику исключительно мягкую, того, что ставки нужно оставить на прежних уровнях, так же, как и программа количественного смягчения, поскольку стимулирующие условия, они важны сейчас в условиях сохраняющихся рисков поста пандемичного такого характера, то тогда распродажи доллара могут сегодня превзойти снижение вчерашнего дня. И я прямо предлагаю перейти к графику. Так, момент. Пошла уже, да, демонстрация? Так, вот как раз сейчас индекс американской валюты. Перед вами, друзья, 91.71 котировки. Движемся мы пока что в рамках нисходящего канала. Я сторонник идей дальнейшей продажи доллара. Было бы, конечно же, неплохо все-таки зайти в шорты с более высоких значений. Например, в случае повторного отбоя от сопротивления 92 пункта. Но уровень 92, он был уже значительной поддержкой. И сам факт того, что ее сломали сейчас, мне кажется, позволяет рисковать даже с текущих уровней и ставить на снижение. Поэтому я все-таки для тех, кто еще вне сделок по американской валюте, очень рассчитываю на то, что таких меньшинство. Потому что доллар действительно дал возможность заработать. Но если вы еще вне сделок, друзья, то можно опробовать шорта с текущих значений. Ну или, скажем так, шорта через отложку селлим 92 пункта, стоп-лосса на уровне 92,50 и ждем уже снижения в районе 90 пунктов. Так, поскольку данные по инфляции – это отчет, который влияет не только на доллар, но и логично еще и на золото, я предлагаю посмотреть и на рынок драгоценных металлов. Ранее мы с тобой вместе обозначали тенденцию того, что интерес к рынку драгоценных металлов будет сейчас расти. Действительно, мы видим золото на отметке 1745 долларов за тройскую унцию. В принципе, идет локальное восстановление с уровней 1679-1680. И я уверен, что при подтверждении сегодня мягкой экономической политики Паула и при такой же тенденции роста инфляционного давления золото сможет получить достаточную поддержку, чтобы прорваться уже выше уровня 1760-1770. Поэтому можно в качестве сделки, тоже логично вытекающей из вчерашнего отчета, это байлимит с уровня 1725, соответственно, с тейк-профитом на отметке 1760 и 108 на уровне 1710. Фондовый рынок тоже была параллельная рекомендация, и мы здесь также с тобой были солидарны. Мнение то, что фонда пока что при текущих новостных вводных очень располагает к тому, чтобы все-таки работать с ней через длинные позиции NASDAQ, Dow Jones и S&P. Но S&P и NASDAQ сейчас уже никого не удивишь, поскольку индекс находится на исторических максимумах, да в принципе и Dow Jones тоже. Но мне кажется, что Dow Jones просто исходя из таких круглых технических даже отметок, если можно так сказать, учитывая то, что индекс на историческом максимуме. Для меня сейчас интереснее больше даже Dow Jones, хотя я даю на брифингах рекомендации и уже довольно давно окомментировал ситуацию и по S&P, и по NASDAQ, что можно работать там с селями 4500, по NASDAQ с уровнем 14000 и выше. Но по Dow Jones, мне кажется, реально можно держать еще до отметки 35000 и, как говорится, не париться. Так, рынок нефти тоже... Да, вот по поводу, хотел спросить, вчера были данные по инфляции, да, и ты сказал, что это как бы сигнал тому, что возможно ФРС будет поднимать ставки, да, и как бы это будет негативно влиять на фондовый рынок, да, и приправление ставок. Да, да. Если Павел сегодня выступит условно и скажет, что да, мы будем поднимать, то это должно как бы негативно влиять. Это да, бесспорно. Но я также исхожу из того, что все-таки Павел – это человек, который отвечает за стабильность, в том числе и на финансовых рынках США. Ну, если опустить, скажем, мандат ФРС по целям по инфляции, по безработице, прежде всего он должен следить за тем, чтобы на рынках не было паники, потому что на площадках сейчас единственное, кто может спровоцировать панику, это неверно сказанное слово, прежде всего американским регуляторам, потому что все вертится именно от будущих решений ФРС, касательно стимулирующих текущих мер и потенциального ужесточения денежно-кредитной политики. Я думаю, то, что ФРСу, конечно же, не удастся вечно проводить такую политику, как он сейчас. Рано или поздно придется и начать повышать ставку, и сворачивать программу количественного смягчения. Но не сейчас уж точно. И нас, как трейдеров, как инвесторов, будут готовить к этому полномерно, последовательно и постепенно. То есть, если, конечно же, сегодня ПАО, уж не знаю, как это можно будет объяснить впоследствии, но позволит себе сделать заявление о том, что вы знаете, после вчерашних данных по инфляции, может быть, даже риск перегрева экономики более значительный, может быть, в связи с этим мы готовы будем изменить основные параметры денежно-кредитной политики раньше, чем прогнозировалось и ожидалось. Если такого рода заявления мы услышим, американский фондовый рынок в моменте, мне кажется, потеряет процентов 5 или даже больше. Потому что, да, ужесточение монетарной политики – это негативный фактор для фондового рынка. Доллар, кстати, наоборот, уйдет на новые локальные максимумы. Но я не хочу про такой сценарий, потому что он не соответствует моему субъективному ожиданию того, что с рынком может произойти, и тому, что я, в принципе, уже сказал. Поэтому я придерживаюсь все-таки того, что после сегодняшнего выступления Паула текущие тенденции, они только усилятся. Фондовый рынок еще больше прибавит, а доллар окажется еще ниже. Так, рынок нефти. Здесь у меня несколько положительных новостей, позитивных для тех, кто разделял со мной точку зрения того, что ему нужно держать в покупках бренд и WTI. Это вчерашний прогноз ОПЕК, который был пересмотрен с повышением по росту спроса до 5,95 миллионов баррелей, по-моему, на 600 тысяч улучшен по сравнению с прошлой оценкой. Также сегодня мы ждем данные по запасам в США. И вчера администрация аналитической информации представила инфу о том, что загрузка НПЗ сейчас составляет почти 85%. Это максимум за более чем последний год. И при таких показателях загрузки, безусловно, аппетиты будут значительные на нефтянку. И с большой вероятностью мы сегодня увидим снижение данных по запасам. Это тоже позитивный фактор для котировок. Поэтому держим ланги 65 и дальнейшие цели в районе 68-70. Так, ну про золото я уже сказал. По фунту также была сделка. Байлимит с уровня 1,3675. Ну, мы до этого уровня не дотянули. Сейчас видим то, что фунт активно растет на фоне слабого доллара. То есть тогда на риск прочих среди валютных активов распыляться не будем сегодня. Давайте работать с фондовым рынком, с индексом доллара, нефтью и золотом. Виталий, слово тебе. Всех приветствую. Давайте быстро пройдемся по тем моментам, где я комментировал некоторые инструменты и где я давал конкретные рекомендации. Итак, по фондовому рынку с тобой согласен, пока каких-то признаков на снижение нету. Задрали под потолок. Что интересно, это индекс страха. Он пробил сильную отметку уже еще в прошлом месяце 22-40, так скажем. Сейчас практически находится недалеко от минимумов, которые были в прошлом году, позапрошлом. Здесь, конечно, давно не было коррекции. Возможно, какие-то будут отскоки и по S&P 500 аналогично. Поэтому нужно быть осторожным с лонгами по S&P. Конечно, мы дальше можем и расти-расти, но в какой-то момент может произойти хорошая коррекция. Дальше биткоин. По биткоину говорил, что больше склоняюсь к лонгам, так как при пробое 60 тысяч открывается дорога 70 и, возможно, выше. Пока идем по плану, посмотрим. Ключевой уровень остается 60 тысяч. Если будем за него заходить, там будем пересматривать свои ожидания. Дальше серебро говорил о лонгах, аналогично как по золоту. Ключевой уровень был 24-80. Мы его позавчера удержали. Пока идем в лонг. Золото поддерживаю, но что мне чуть-чуть не нравится по золоту в тот момент, что мы находимся в этом канале. Конечно, ты дал лимитку, в принципе, неплохую покупку на нижней границе отката. Я пока с золотом осторожно буду, потому что его достаточно сильно скинули пару дней назад. И это вчера был импульс или коррекционный откат. И мы дальше можем хорошенько уйти вниз. Пока буду ни рынка по данному инструменту. Только после пробития канала можно будет говорить, что возможно будет лонг. Так как вчерашний хай, достаточно сильный уровень по рынку. Дальше. По нефти. По нефти я ошибся. Был, так скажем, стоп-лосс по данному инструменту. Говорил о шортах. На текущий момент шорт еще возможен, потому что мы находимся ниже, так скажем, сильного уровня. 64,75-65 с копейками. И нужно будет смотреть. Конечно, мы можем, сегодня, как говорил, будут запасы. Возможно, пойдем пробивать эти уровни. Пойдет на скок. Я пока еще сохраняю идею шорта. Конечно, мне чуть-чуть не нравится, потому что немножко поджимают цену наверх. И это, возможно, будет пробитие вот этого ключевого уровня. Но эта зона сопротивления достаточно интересная для шорта. Мы ее можем как не пробить и уйти вниз, так и сделать какой-то ложный. Условно, уйти вот сюда, такой заброс. И дальше скатиться вниз. Потому что у нас снижение, которое было в марте, в первой половине месяца, похоже на импульс. И сейчас, возможно, развивается коррекция такая сложная. И мы дальше уйдем или, так скажем, в секущих низ, или через ложный пробой и так далее. Как-то вот так. Дальше. В прошлый раз были конкретные рекомендации. Это покупка авторийского доллара. Говорил о ключевом уровне поддержки. Это в районе 76. Все, что выше этого уровня, возможно, покупать. И мы, в принципе, идем на реализацию этого сценария, который я ожидал. Был на выбор или австралийский доллар на покупку, или новозеландский. Они, в принципе, имели одинаковую техническую картину. Идея отработал. Возможно, часть закрыть, перенести без убыток, кто покупал. И дальше сделку удерживать. И, конечно, смотреть за ключевым уровнем. Здесь в районе 0,76-0,70. Хаи прошлой недели. Если уйдем ниже, возможно, будет дальше снижение. Так, пока дорога достаточно открыта. И может быть неплохой рост. Дальше фунт. Тоже поддерживал лонги. Пока на текущий момент, конечно, с текущих покупать я бы не стал. Мы как раз с ребятами вчера обсуждали, что фунт скорее лонг. Но это, скажем, сейчас уже достаточно неплохо ушли 50 пунктов наверх. Индекс доллара. В принципе, согласен с тобой на снижение. Конечно, я в прошлый раз говорил о возможном хеджировании австралийского доллара. О покупке индекса доллара где-то на отметке 92.25. С коротким стопом по 92. И, в принципе, здесь сработал стоп-лост такой небольшой. Поэтому на текущий момент у меня остается просто комментарий по нефти, что я за шорт. Но очень осторожно нужно. Дальше удерживать австралийский доллар или Новоселандский. То, что покупал. И по поводу индекса доллара и аналогичного евро-доллара. Мы в прошлый раз обсуждали. Здесь, возможно, пошла реализация того момента, о котором я говорил еще в прошлом месяце. И в начале этого месяца, что у нас, возможно, будет сильный рост по евро-доллару. Он произошел. И на текущий момент прошел неплохой импульс наверх. Первая половина апреля. И сейчас, если будет хорошая коррекция по евро-доллару, это аналогично по индексу доллара. Возможно, ее не будет. Мы будем дальше удлинять вот эти импульсы. Кто-то там позже присматриваться к покупкам. Через какие-то моменты. Условно по евро-доллару. Ну, как-то вот так. И потом дальше наверх. Сейчас текущих покупателей или там шортить индексы на доллара, как бы возможно, но я бы не стал. Через какую-то коррекцию такую. Но это уже будет, я думаю, в следующей неделе. Еще через неделю как-то вот так. Потому что, может, конечно, тот вариант, который ты сказал, пройти сегодня какая-то коррекция к этому уровню 92-зеркальному, дальше уйти вниз. Так вариант, да. Аналогично евро-доллар, он, получается, откатится к вчерашнему там на 50 пунктов ниже и дальше наверх. Ну, возможно, такой вариант, но я бы не стал. Пока вот такие моменты у меня по рынку. Остается ставить покупки там австралийского или новозеландского и дальше смотреть по рынку, пока что-то новое образуется, потому что вот те накопления, которые были по некоторым инструментам, они уже остреляли. И будет ли дальше продолжение или какая-то коррекция, это уже по факту будет смотреть. Спасибо тебе, Виталий. Традиционно следим за тем, как поведут себя активы. Конец недели обещает быть жарким. Сегодня выступление Павла. Завтра у нас руничные продажи. Тоже важный отсчет для штатов. Готовимся к волатильности. Точнее, не забываем о том, что если рынок заряжен таким новостным фоном, он априори должен быть очень подвижным. Контролируйте риски, следите за загрузкой ваших депозитов. Обязательно принципы риск-менеджмента вообще должны пронизывать всю вашу торговую активность. Мы продолжим с Виталием поддерживать вас в плане именно анализа технического, фундаментального, с конкретными рекомендациями. Тебе, Виталий, классного закрытия недели. И до скорых встреч. Пока. Спасибо, пока.